Всех приветствую! Новый день, который мы успешно с Полиной проспали. Легли в обед часов, наверное, в 12 дня и поспали, уже стемнело. Проснулся, посмотрел ваши комментарии, на какие-то могу ответить. Например, человек пишет, зачем продал камеру ZV-E10. Я ее покупал в начале года, я надеялся улучшить как-то картинку, мотивацию себе поднять, чтобы снимать для вас более качественно и четко. Но оказалось, у камеры несколько проблем. Первая из которых это отвратительная стабилизация. Я снимаю очень часто в движении, мы куда-то передвигаемся, и картинка получается такая вот, вся дерганая, прыганая. Это просто стыдно выкладывать потом. Вторая причина, мне это все лень, выгружать каждый день на смартфон. Мне нужно ради этого включить компьютер, подождать, пока он загрузится, подключить камеру к компьютеру, выгрузить файлы туда, а потом загрузить их на смартфон, потому что я на смарте монтирую. И третья причина, она плохо видит в темноте. Смартфон намного лучше видит в темноте, чем камера. И получается, она бессмысленная, потому что ты ее покупаешь для того, чтобы качественнее снимать, а по факту ты снимаешь менее качественно. А еще человек пишет, ты типа свитч уже купи, попробуй свитч, если не понравится продаж. В чем проблема, ты каждый раз о нем говоришь. Раньше я так и делал. Ребят, у меня было 9 штук PlayStation 3, представляете, 9 штук. Я раньше видеокарты, компьютеры, PlayStation так и покупал. Ты что-нибудь берешь по серединке рынка, желательно с дисками, пользуешься сам, получаешь пользовательский опыт, впечатление, а потом это продаешь. Пока самолет на Украине не упал, это все работало. А потом где-то в 2015 году, чуть-чуть с запозданием, там несколько месяцев, все нафиг накрылось, мне теперь не пишут, не звонят, вообще тишина, нифига продать не получается. Осталась у меня еще вот такая камера Sony A58. Она хороша для фото. Если умеешь, если чуть-чуть научился и есть свет в помещении, то она даже делает снимки лучше, чем смартфон, бывает более интересные такие. И даже видео на нее, получается, бывает интереснее. Но все-таки видео она пишет хоть и в Full HD, но оно такое шумное получается, все в шумах. Ты видишь, что картинка интересная, на какой-то гаджет сделана такая, ну глубина кадра какая-то есть, вот это все, она такая, как говорят, она полузеркальная. У нее полупрозрачное зеркало какое-то, говорят. Я там не углублялся в характеристики? Ну, короче, снимает она интересно, но зернистая. И вышло так, что она большая, тяжеленькая, снимает по факту, опять же, хуже, чем смартфон. И монтирую я на смартфоне, и ее мне тоже надо как-то продавать. Человек пишет в комментариях, возьми, включи авито доставку. В общем, надо это дело попробовать. Один раз женщина откуда-то из Крыма, что ли, уже хотела ее купить? Спрашивала. Но у меня плохой опыт с авито доставкой. Мой друган решил продать PlayStation 3. Здесь в городе у него ее покупать не захотели. Написала женщина с другого города, он взял да согласился. Авито доставкой продал PlayStation 3. Несколько дней она туда ехала, что уже меня раздражало бы. Ждать 6 суток, пока у тебя уже нет ни денег, ни товара. Ты остался без своей консоли, а денег еще нет. Вот она туда доехала, ее забрали, получили. Но, как я понял, там нужно было тыкнуть какое-то подтверждение о том, что товар исправен и их все устраивает. Они его не тыкнули, и моему другану не приходили деньги. Вот такая стоевина вышла, и мне такого не хочется. А еще есть риск того, что я ее газетами обложу, запакую, а на нее сядет кто-то или положит более тяжелую коробку. Что-нибудь сломают в пути, а человек скажет, а что она сломана пришла, и не станет ее брать. Вот такие, в общем, истории. Как я сказал, мы только проснулись. И по плану сходить в магазин, прогуляться. А главная причина этого похода даже не сам магазин, а посмотреть светлячков. Хочу пойти на природу, среди свежей зелени, среди листиков и деревьев, посмотреть кучу летающих светлячков. Потому что год назад мы нашли место, где они летают прям толпами, где их больше 10 штук. Грубо говоря, в одном кадре ты смотришь прямо и видишь, что их там много летает. Так что будем собираться и пойдем куда-нибудь погуляем. Вышли мы прогуляться, долго собирались. Тут вообще нет машин. Было время, когда тут конкуренция была за то, что где машину поставить. Ни одной. Бывает, их тут стоит около 8 штук. Сейчас совсем нет машин. Газели стояли тут, пассажирская, грузовая, иномарки всякие. А я все пытался свою жигу вот тут поставить. Хорошее место, под камерой наблюдения. А сейчас прям свободно, ветер дует. Полина так долго просыпалась, собиралась, завтракала, что мы выходим уже ближе к ночи. Это не просто вечер, уже почти ночь. Так, и чего тут настроили? Да, продолжают. Был первый ярус, иначе был второй. Сейчас закончен второй, и уже, кажется, закончен третий отсюда так выглядит. Какая тяжеленная груда будет камней. Идем вдоль леса. Зелень свежая, луна светит. Ярко так светит, хорошо. Мы аж тени свои видим. Только не от солнца, а от луны. Так, ярко луна светит. Аж мне хочется это снимать. Люблю лунный свет. Мы тут прогуливаемся вдоль реки, по природе, меж деревьев, под лунным светом. Мало снимаю, потому что вряд ли он в такой тьме что-то увидит. До такого камеры еще не дошли. Идем туда, где мы год назад видели целую стаю светлячков. Запахи свежей природы и чистых листьев тут порой смешиваются с вонью мусорного бака, который не вывозили несколько суток. Он уже начал тухнуть и значительно источает запах неприятный помойки. И ты идешь такой, о, свежо, скоро лето, весной пахнет зеленью, а потом вдыхаешь резко помойку. А вот и то место, где мы их видели. Мы пришли в то самое место. Стоим в лесу, возле ручья. Слышен звук воды, спокойно протекающей. Где-то вдали лягушки крякают. Я куда-то вступил. Но светлячков здесь уже или пока что нет. Надеюсь, что пока еще нет. Но зато мы там нашли дерево, которое светится. Точнее, это был впиленный упавший пенек, и на нем светились пятна в темноте. Это было интересно. Мы нашли одного спетлячка, но он сидит в траве и не мигает, а светится. А еще нашли налет какой-то на дереве, светящийся в темноте. И под деревом на траве внизу. Тут дерево поели чем-то, что-то его поело. И оно местами светится, несколько пятен в темноте. Удивительно, как футболки эти, на которые свет, когда попадает, они потом в темноте его излучают. Вот тут такое же бревно. Арбузная коробка стилизована под арбуз. Даже у бананов нет таких коробок. Вот у бананов обычные ящики, у арбузов крутая покрашенная коробка. Так как трое суток не прошло, после прошлого визита в магазин, да и не только поэтому, мы сегодня решили уложиться в 269 рублей. Считайте 270 рублей. Задача купить хлеба и что-нибудь вкусненького, типа конфет. Скажем, сладенького скорее даже, а не вкусненького. А вот они и есть, конфеты. Это мы доверим Полине, пусть сама нагребает. Она там в другом магазине. Нашла конфеты остренькие, типа имбирные, что-то такое. И здесь такого очевидно нет. Зацените дизайн конфет. Сгущёнка с кокосом написана на них. Вот это у них тут всё заставлено, места почти нет. Это что-то новое в энергетиках, солнечная энергия, банки. Мы решили в этот раз сумму определённую поставить. 200 моих, 70 Полининых. Я на кассу прихожу, такой, и она считает, кассирша, и мне высвечивается сумма 201 рубль 40 копеек, там что-то такое. А я должен был в 199 уложиться. И такой, ааа! Откуда она взялась? Не рассчитали. А она потом, хоп, считает скидку. Через пару секунд сумма такая, бум, 191. На 10 рублей упало. И получается, что я вписался. Лягушки так крякают громко по обоим сторонам. И справа, и слева. Курой, курой. Это не комфортно под этими выпусками. Большими. Немного еды. 190. 192 рубля. Я потратил. Это вот зефирчик. Один хлеб. Вот такой вот. Сейчас я его с борщом как раз потреплю бенягу. Зажаристый, такой классный. Через пакет не очень видно. С борщом буду хавать хлеб. И две халвы взяли. По одной штуке на морду. Полина под зельду будет хавать. А я, наверное, видосы свои монтировать буду сидеть опять. Потому что, ну, вот я еще почему не играю. Не настолько, конечно, медленно играю. Потому что я еще и реже захожу вообще в игры. Приходится видосы монтировать. Память освобождать. Копошиться между своими гаджетами. Как-то за ними ухаживать там. В общем, пойду борщ наливать. Металлический коршун тут в зельде. Лопатная такая летает монстрятина. Один из четырех монстров. Как их там назвали в игре? Чудища? Да. Железная такая штука. Башня меня впечатлила. И мосты понравились под этой башней. И каменные тут елки. Хвойный лес. И деревянные мосты. Вот такие. О, он так в ущелье прямо топает. Идет. Фонарики висят. Неплохое место. Без тумана. Деревня Рита. Вот он клюва. Клювоносный. А я наелся борща. Налил добавки. И что-то я спать захотел. Не выспался. Мы только недавно достали. Сходили в магазин. Ну полночи просидел я. Несколько видосов посмотрел на ютуб. И все. В четвертый час ночи я опять спать хочу. Утром приходила мама. Принесла очисток гусям, курам. И принесла одного из щенков. Помер один из трех щенков. Собака глупая. Она их давит. Прыгает. Пинает их лапами. Ударяет с разгона лапами по щенкам. И мама думает, что она что-то повредила там в нем внутри. Он два дня говорит. Визжал, стонал. Лежал. Плохо ему было. И умер в итоге. Человек в комментариях пишет. Зельда на телевизоре. Это огонь. Реально. Полина сидит, играет. Не оторвешься. Крутая игра, конечно, с большим открытым миром. И можно сказать, что в каком-то смысле много возможностей. Ты можешь дерево срубить, набрать досок, пойти к костру, что-то пожарить на огне. И вот это все. Вещи всякие. Еще мы сейчас говорили о том, что эта игра одна из немногих, а может даже единственная слишком громкая, слово, наверное, где есть ветер. Игра, в которой дует ветер. И реально некоторые предметы начинают сдувать ветром. Я такого в других играх не припомню. Может, я просто что-то не знаю. Еще один человек пишет, ты хотя бы в эти игры все играть будешь или нет. Будешь ли ты их проходить. Как я уже писал, я Assassin's Creed Origins 2017 года купил на релизе, когда она вышла. В октябре 2017 года. И я ее прошел только осенью 2023-го. Шесть лет у меня на это ушло. Потому что я ее сначала начал играть лицензию на компьютере в Steam. Все понравилось, все было круто. Игра была на старте офигенная. Там, кстати, яд распространялся на жителей. Ты кого-нибудь заражаешь отравой в игре Origins? И яд распространяется не только на стражников. Люди начинают друг друга заражать. И ты смотришь, как деревня вымирает. Это было очень круто и интересно. Были еще другие фишки. Я прям их себе записывал. Столбики у меня там были с достоинствами игры. И представляете, вышло обновление. И игра просто перестала запускаться. Вообще вот в Steam она принудительно обновилась. И перестала работать. Ни на неделю, ни на две. До следующего обновления. Вообще навсегда. Больше она у меня несколько лет была и не запускалась. Причем я узнал потом. На зеленых ресурсах уже ее добыл. Узнал, что вышло обновление. Там версия не 1.0, уже другая изменилась. И повырезали кучу классных фишек с игры. В том числе и яд. Яд вырезали. И он перестал работать. Люди перестали заражаться. Это так отвратительно. Когда ты игру на старте покупаешь. Она классная. Она круто работает. В ней есть возможности. А потом выходят обновления. И возможности режут, режут, уменьшают. Чтобы игра стала как можно хуже после покупки. И поэтому в том числе я ненавижу обновления. И стараюсь самые старые версии всегда выбирать на ресурсах. Чтобы не было этих урезаний. Еще в комментариях был диалог по поводу того, что у нас Зельда работает с очень низким фреймрейтом. Низкий FPS. И старая версия игры. Да, она там старючая. И там где я ее брал, к ней сразу есть обновления. Как будто бы и DLC там есть разделы. Короче, я скачал к Crash Team Racing дополнение DLC. И попробовал это все поставить. Нажал соответствующие пункты. Выбрал файлы. Мне написало по-английски, что установка завершена успешно. Но в игре нифига не появилось. Ничего вообще не изменилось. Ни в главном меню, ни в главном меню. Никакие пункты не появились там. Так что я не знаю как это происходит. Но меня это особо и не интересует. Как ставить патчи я тоже пока не разобрался. Как я уже говорил, пока я тут мечтаю о свече Splatoon 3. Вот бывает же так. Показал вам это дело. А у самого, грубо говоря, денег нет покупать его. 42 тысячи отдавать и я жмочусь. Но двое человек купили. Один купил простую версию с белыми джой-конами. А другой взял Splatoon 3. И вот человек прислал видео очень подробное. С тем, что меня беспокоит. Большинство пишет нафиг тебе это надо. Да, это игровая приставка. И вот это все. Типа, в игры играй. А человек реально заморочился. Установил аудиоплеер, видеоплеер. Установил эмуляторы. Не просто их, как попало, запустил. Я англоязычного одного чувака смотрел. Он снял об этом видео. Причем относительно популярное. Он сидит, рассказывает о эмуляторах PSP и PS1 на свече. И оно у него, блин, в рамочке. В такой. Ты не мог их растянуть перед тем, как видео начать снимать? Нет? В голову не приходило? Ну, хотя бы там до краев экранов, да? Ладно, по бокам. Чтобы пропорции сохранились. Люди не любят некоторые растягивать прям на весь, на 16.10 экран. Там 4.3 старую игру. Ну, хотя бы вот по вертикали. Нет? Короче, он с рамкой сидел играл. А мне человек прислал видео подробное. Все это показал. Прям, можно сказать, обрадовал меня и успокоил. Switch с этим, вот как оно работает. У него можно брать. Музыку читает. Видео читает. YouTube крутит. PS1, PSP игры работают. Ну, а его игры свои, понятное дело, что будут работать. Единственное, что дизайн этих плееров, музыкального и видео, оставляет желать лучшего. Потому что они выглядят просто как вот на Nokia. На Symbian у нас был файловый менеджер. Когда ты лазил по папкам, что-то перемещал там, порядок наводил у себя на карте памяти. Вот там строчки просто с названиями, типа того. Никакого тебе дизайна крутого. На PSP, на PS3 у нас все-таки там эстетично. Ты в раздел заходишь, открывается. Если ты папки создавал, там папка такая, ну, превьюшки, аккуратно это все выглядит. Там не так, но будем надеяться, со временем рукастые мастера программирования создадут какие-то плееры эстетичные и симпатичные. Я ночью пошел покушал. Мне жестко захотелось спать. Обычно такое бывает, когда ты вина выпьешь немного, посидишь и все, и сон клонит. А тут меня просто от еды свалило, я лег немного поспал. В общем-то день уже закончился, так что надо это дело потихоньку монтировать. Увидимся завтра, как обычно. Пока!